Приветствую вас! Я бы начал на самом деле с того, чтобы определить у вас настоящую причину. Того, почему вы не делаете то, что вам нужно, да? Вот. То есть по какой причине вы этого не делаете на самом деле? Реально. Может быть из-за того, что у вас, например, нет хороших навыков по построению, например, нашего поведения, да? То есть нет навыков постановки целей, нет навыков анализа своих средств. То есть такого вот когнитивного аспекта нет. Увел. Вот. Может быть, может быть, дело в этом. Но может быть дело и в другом. Может быть дело в том, что это все, то, что вы хотите, хотите быть актером, на самом деле в действительности не ваше. Такое тоже может быть. И я полагаю, что весьма-весьма глупо это отрицать. Потому что если вы действительно, ну, как бы выбрали не ту цель, которая вам на самом деле интересна, да? Вот. Что я полагаю, что это объясняет отсутствие у вас мотивации. Вот. Ну, потому что, ну, вы понимаете, да? Что если бы она у вас была, да? Мотивация. Вот. Что вы бы, я более чем уверен, что всего вы добили. Вот. А так получается, что либо у вас целей нет адекватных, которые прям вот были бы вашими. Либо вы не умеете правильно ставить цели. Вот. То есть, ну, как бы, ставите себе слишком идеализированные цели. Вот. Такое, в принципе, тоже может быть. И это вполне себе реально. Вот. К сожалению. Поэтому, поэтому я думаю, что ответить вам на ваш вопрос, да, можно вот именно так, в первую очередь. То есть, с чего вам хочется, да, например, стать актером, допустим. Вот. А зачем? А зачем? Понимаете? Вы говорите, что-то принести в мир. То есть, это ваша цель? Что-то, что-то в мир принести. Но вы можете приносить в мир каждый день что-то. То есть, для этого не обязательно становиться актером. Если вы хотите быть актером, вам должно, должно нравиться то, что вы делаете. Вот. Вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь, чем вы можете заниматься. Вот. То есть, как бы, как бы, вам должно нравиться играть. Ну, роли, роли я имею ввиду. Да? Вот. А если вам лень, то есть, если вам не хочется, значит, вы не получаете удовольствие от процесса. Вот. Знаете? Вот вы сами подумайте, от чего конкретно вы получаете наслаждение? Вот. Именно, именно наслаждение от чего вы получаете? От какого процесса вы получаете наслаждение? Вот. Вы говорите, что, значит, что у вас не было материальных благ, что не было, не было возможности для того, чтобы саморазвиваться. Вот. Я вам верю. Что, что, ну, в этом. Я верю вам. Ну, и вы поймите, вы тоже поймите, что у вас не было материальных благ, может быть, тогда, но у вас, у вас есть сейчас все возможности для того, чтобы все реализовывать. Если вы получаете удовольствие от процесса. Знаете? Какая история. Значит, по итогу, то, что вам нужно, в первую очередь, это цель. Вам нужна четкая достижимая цель. Это первое. Второе. Вам нужно узнать, чего вы хотите. То есть, какие у вас ценности. Структура своих ценностей. Это то, что вам необходимо для себя знать. Вот. Понятно, о чем идет речь? Вот. Будет, ага, четкая структура, структура ценностная. Будет четкое понимание, что мне делать, что я должен делать, кому я должен делать и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Все. Вот это вот то, что вам прямо надо. Это то, что прямо необходимо. Больше здесь, конкретно здесь, ну, как бы ничего не нужно. Вот. Другое дело, другое дело, да, если вам что-то мешает. То есть, вот, вы говорите, что, так, жизнь целиком и полностью упала только на меня. Вот это вот, знаете, не готовность к ответственности. Да? То есть, вы считаете, что в двадцать лет жизнь не должна падать только на вас? Как вы сами считаете? Наверное, наверное, пора уже. Да, наверное, я так думаю, что пора. Другое дело, в каких объемах, да, другое дело, в каких масштабах. То есть, если ответственность, например, да, то какая ответственность? То есть, если вы, ну, если все зависит от вас, то у этого с одной стороны должны быть обязательно плюсы, у этого с одной стороны должны быть обязательно позитивные моменты, потому что без них никуда. И с другой стороны нужно обязательно так же, чтобы вы четко знали границы своей ответственности. Понимаете? Без границ ответственности у вас не получится ничего, к сожалению. Вот. То есть, граница ответственности это то, за что я отвечаю. То есть, это то, что напрямую от меня зависит. Вот. Это то, что, как бы, что-то я хочу, короче говоря. Вот. То, за что я готов отвечать. Вот. И больше, больше ответственности нести я, например, не буду. Вот. Так, нам нужно, грубо говоря, здесь, да, значит, уметь говорить, уметь говорить нет. То есть, для этого есть правила. Вот. Вот у меня такое сложилось впечатление, да, что вы, что вы не чувствуете себя в безопасности. То есть, ну, вам, вам не очень хорошо. Вот. И, ну, мне так показалось, по крайней мере, что вам не очень хорошо. То есть, вы чувствуете давление на себя. А это связано именно с тем, что у вас нет права в жизни своей. Вы пишите, я помню, что есть, значит, давление на вас, там, пьянки, принятие веществ различного рода и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Ага. Значит. Тоже, скорее, про то, что хотите вы. То есть, это про соблазны. Это про соблазны, про то, что вам хочется. То есть, вам хочется вот это вот, эээ, возможно, эээ, то, что делают, ну, эти люди, да. То есть, то, что они, там, пью, да, курят и прочее, прочее, прочее. Вам хочется, эээ, всей, всей этой, эээ, как вам кажется, свободы, вот. Хотя, ну, в действительности, эээ, там, свободы, если так подумать, эээ, очень мало, там свободы с гулькинов, вот. Ну, вам этого, этого, возможно, хочется. Вот. Просто хочется. И вопрос заключается в том, эээ, вот, чего не хватает вам. Знаете? Вот, эээ, какой важный момент здесь. Чего не хватает вам. Эээ, вот, мне кажется, эээ, что, эээ, из этого, в том числе, эээ, нужно исходить, вам. Понимаете? Эээ, вот. Потому что, без данных аспектов, да, вам будет очень, эээ, сложно что-либо делать. То есть, если вы не будете, ээээ, себя удовлетворять, да, если вы не будете реализовывать свои, свои желания, как они есть, то, ситуация может, эээ, для вас закончиться, ну, достаточно печально. В том плане, что вы либо ничего не добьетесь, либо будете добиваться, но очень трудно, эээ, тяжело, вот, и так далее. То есть, тут вот, эээ, такой аспект. Обязательно думайте не только над тем, чтобы ээээ, себя как-то, эээ, значит, реализовывать, но и над тем, чтобы ээээ, отдыхать, и чтобы, ээээ, заботиться о себе, вот, и так далее. Ээээ, это, ээээ, тоже важно, для вас, конечно же. Вот, в целом, ээээ, в целом, эээээ, вам можно помочь, да, в целом можно вам помочь, если вы возьмете хотя бы несколько консультаций, да, и решите на них свои проблемы. То есть, вот вы, например, говорите, что, что, постоянные пьянки, да, ну, как это, к вам относится, к курению всяких веществ, как это, к вам относится, эээ, постоянное давление, давление в чем? Понимаете, то есть, вот, эээ, здесь непонятно, эээ, в чем давление, кон, конкретно, как оно сказывается на вас? Ээээ, и вы бежите, все становится настолько трудным, что мне страшно сломаться. Но пока, знаете, я не вижу, а, того, от чего бы вы, вы могли сломаться. То есть, эээ, я вижу, что вы живете в неплохом городе, да, не самом, не самом плохом городе. Я вижу, что у вас есть квартира, я вижу, что у вас есть цель, да, вот. Но при этом, при этом, у вас есть сложность. Тут вот было бы интересно, конечно, данный аспект посмотреть. А в чем сложность? Что-то вы говорите, что трудно, трудно. А что трудного? Ну, вот, эээ, конкретно, да, что трудного, прям, такого. В чем трудность заключается для вас? Т.е. трудность это в данном случае что? Трудность это в данном случае противореча, да, конфликт. И я полагаю, что вы не будете спорить с тем, что конфликт, если он есть, нужно разрешить. Если имеет место быть конфликт. Вот. Все. И тогда вы сможете решить свои проблемы. Вот. На самом деле, на самом деле, у вас, как мне показалось, да, даже и проблем, в общем-то, проблем и как таковой нет. То есть, есть, скорее, непонимание того, почему я не делаю того, что мне хочется. То есть, вроде бы, мечта есть, да, а я ее не делаю. И это вопрос о том, насколько мечта ваша. То есть, насколько это реально ваша мечта. И ваша ли она. То есть, может быть, вы просто решили когда-то, что будете актером, например, просто потому, что вам не нравилась, например, реальная жизнь. И вы хотели, там, играть. Ну, допустим, я сейчас просто, ну, просто фантавирую, да. Вот. Может быть, что-то еще. Вот. Еще раз повторю, повторю, что ориентироваться, именно ориентироваться, ну, нужно на процесс. То есть, вот процесс, который у вас идет. Результат, это всегда социально обусловленное, искаженное понимание своих желаний. Вот. То есть, люди, которые ориентированы на результат своей деятельности, не в работе, заметьте, да, не в работе. Мы сейчас не про работу говорим, мы говорим именно про деятельность. Так? Люди, которые ориентированы на результат в своей деятельности, они всегда пребывают в неврозе, в напряжении, в стрессе. Вот. И всегда боятся, что результата не будет. Так? Вот. Ну, там этот результат важен. Вот. А для чего важен результат? Кому важен результат? Понимаете? Ребенок. Да? Вот. Представьте себе ребенка. Ребенку. Что важно? Результат, правда? Нет. Ребенок будет заниматься только процессом. И все. Ему кроме процесса больше ничего не нужно на самом деле. Вот. И это не случайно. Это не случайно. Это не случайно. А вы, вы по понятным причинам, да, забыли немного о том, как это быть ребенком. Ребенком. Например. Например. И от этого сделать проблем. Вот. Так что, так что это тоже нужно обязательно раскрыть. И, 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 ибо, без этого не получится. Ничего сделать. На этом все. А я надеюсь, что помог вам. А если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.